Здравствуйте! Это факты происшествия. Прямо сейчас о том, какие криминальные и чрезвычайные события произошли в Крае. Следственный комитет Края уточнил состав уголовного дела, возбужденного после нападения на полицейских в Краснодаре. Напомню, накануне сотрудники ДПС остановили на марку для проверки документов. В этот момент водитель сначала избил одного из автоинспекторов, а затем ранил из травматического пистолета одного из сотрудников. В салоне легковушки находились двое пассажиров. Они сбежали. Одного из них впоследствии поймали, когда он пытался угнать чужое авто. А водитель скрылся на машине. Началась погоня. На перекрестке Тургенева и Торбекова он протаранил несколько автомобилей, после чего тоже сбежал, прихватив с собой автомат. Уголовное дело возбуждено по трем составам. Это посягательство на жизнь сотрудников полиции, применение насилия в отношении одного из них, а также покушение на убийство в отношении лица в связи с исполнением им общественного долга. Кроме того, как я уже сказала, в отношении задержанного пассажира автомобиля возбуждено уголовное дело о неправобедном завладении транспортным следствием. Тем временем в Краснодаре продолжается спецоперация «Перехват». Силовики, в числе которых полицейские, бойцы Росгвардии, спецслужб, ищут двоих подозреваемых. Это жители Краснодара, 21-летний Никита Медведев и 25-летний Дмитрий Карачкин. Они могут быть вооружены. Известно, что один из них ранее был судим. Если вам что-то известно о разыскиваемых, нужно сообщить об этом в полицию по телефону 102 или 02. В соцсетях накануне появилась информация, что злоумышленники убили двоих прохожих в Краснодаре. Однако правоохранители эту информацию опровергли. Кубанские полицейские расследуют дело о многомиллионном мошенничестве. Подозреваемым по нему проходит директор крупной энергетической компании. Оперативники управления ФСБ по Краснодарскому краю пришли с обыском в офис фирмы, который находится в Краснодаре. Силовики изъяли документацию и электронные носители, которые могут содержать необходимую информацию. Компания занимается поставкой электроэнергии населению. У следствия есть данные, что руководитель фирмы предоставлял недостоверные сведения об объемах работ. Тем самым завышал тарифы для потребителей. Таким образом, обманывая граждан, директор фирмы пытался похитить 190 миллионов рублей. Все изъятые материалы оперативники ФСБ передали в полицию. В настоящее время в отношении мужчины избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде. Устанавливается причастность других лиц к совершению данного преступления. В Главном следственном управлении регионального МВД возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенной группой лиц. Все документы сыщики направили на финансово-экономическую судебную экспертизу. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Двое погибших и четверо пострадавших. Таков итог страшной аварии, которая случилась сегодня в 4 утра в Армавире. На улице Загорская Фольксваген вылетел на встречную полосу и столкнулся с Ладой. ДТП унесло жизни водителя отечественного авто и пассажира иномарки. Они скончались на месте еще до приезда медиков. В больницу с травмами доставлены 3 человека, которые ехали в Ладе, а также предполагаемый виновник трагедии. Добавлю, что среди пострадавших есть несовершеннолетние. Остальные участники ДТП – молодые люди в возрасте от 19 до 34 лет. Сотрудники полиции выясняют, почему водитель иномарки выехал на встречку. Еще одна авария с выездом на встречную полосу произошла в Анапе и попала в поле зрения видеорегистратора. На кадрах видно, как по Симферопольскому шоссе едет иномарка. В какой-то момент по необъяснимой причине водитель сворачивает влево и выезжает на встречную полосу. Там он сталкивается с другой легковушкой, высекая искры, вылетает с дороги. По словам очевидцев, в этом ДТП пострадали три машины. Еще одна впечаталась в столб, уходя от столкновения с пострадавшей легковушкой. Свидетели инцидента предположили, что виновник аварии уснул за рулем. Впрочем, в этом сейчас разбираются автоинспекторы. В ГИБДД информации о пострадавших нет. Авария премиум-класса. Ночные гонки по городскому шоссе закончились печально. В Новороссийске столкнулись два премиальных кроссовера BMW X6 и X5. По случайному совпадению у них оказались одинаковыми даже регистрационные знаки 005. Одни очевидцы говорят, что иномарки перед тем, как столкнуться, решили превратить Анапское шоссе в гоночный трек. Другие говорят, что видели только один кроссовер, который летел по трассе с превышением скорости. Как бы там ни было, но перекресток машины не поделили. От удара X5 перевернулся и протаранил дорожное ограждение. У обоих кроссоверов после столкновения вырвало колеса. Кто прав, а кто виноват в этом происшествии, предстоит выяснить дорожным полицейским. Оба участника ДТП не пострадали. Во всяком случае, об этом говорят сводки ГИБДД. Автоинспекторы напоминают высокой скорости. Выезд на встречную полосу – опасные маневры. По этим причинам происходят аварии с самыми тяжкими последствиями. Далее переходим к обзору ДТП с улиц Краснодара. Обстановку на дорогах города изучила Валерия Шурко. Проскочить на Красный не удалось. Владелец кроссовера грубо нарушил правила. Он не успел проехать перекресток и двинулся на запрещающий сигнал. Закончить опасный маневр не дал рулевой седана. Ему загрелся зеленый. Он поехал и получил удар вбок. Чудом нарушитель не задел людей, переходивших дорогу по зебре. Может, эта ситуация станет для мужчины уроком. Игнорирует электронный регулировщик и этот водитель. Он вовремя не остановился на Красной и едва не сбил мужчину на скутере. Нарушитель снес мопеду передние фары и зацепил колесо. Сам байкер не пострадал, но несколько минут шока ему пришлось испытать. А вот владелец паркетника напротив правила соблюдал и перед светофором остановился, но все равно стал участником ДТП. Шофер грузовика поздно начал тормозить и дистанции ему не хватило. В итоге оставил попутчика без задних фар и с помятым бампером. Автоледи за рулем белого хэтчбека аккуратно выезжала на кольцо, а когда стала набирать скорость, столкнулась с серебристой легковушкой. Участникам происшествия понадобилось около часа, чтобы определиться, кто виноват. Оказывается, и на парковке можно стать участником дорожного происшествия. Вот, к примеру, авария на Уральской. Автолюбители не смогли определиться, у кого приоритет в движении и столкнулись. Без дорожных полицейских мужчинам разрешить ситуацию не удалось. На что надеялась хозяйка темного хэтчбека, когда притормозила прямо перед потоком машин, неясно. Она свернулась с северной на школьную и остановилась на перекрестке. Видимо, женщину напугала легковушка, которая ехала прямо на нее. Иномарка на скорости влетела в хэтчбек-нарушительницы. От сильного удара капот машины потерпевшего принял форму зигзага. Люди отделались лишь легким испугом. Сегодня в Краснодаре произошло сразу три ДТП с участием трамваев. На пересечении колхозный и клинический электротранспорт протаранил фуру. Во всяком случае, об этом свидетельствуют фотографии, выложенные пользователями в интернет. Судя по всему, грузовик оказался на пути вагона. Прицеп фуры поврежден посередине. Кабина водителя трамвая изрядно повреждена, выбито лобовое стекло и смята передняя часть вагона. Повсюду распына осколки. ЧП произошло на перекрестке, где нет светофора. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Второе ДТП случилось на пересечении Селезнево и Стасово. Там дорогу не поделили трамвай и легковушка. Пассажирам пришлось продолжить путь пешком. Еще одна авария произошла на Стасово и Ставропольской. Здесь в ударе сошлись два трамвая виновников. Во всех случаях сейчас устанавливают автоинспекторы. Сегодня специалисты ведущих страховых компаний России поделились интересной информацией. Они составили рейтинг самых угоняемых в нашей стране машин. Итак, на первом месте оказались корейские и японские марки. По итогам независимого опроса РИА Новости, среди ведущих страховых компаний за первое полугодие 2017-го автоворы чаще остальных похищали машины таких компаний, как Hyundai, Kia, Toyota, Mazda и Lexus. Не проходят злоумышленники и мимо немецкого автопрома. BMW, Mercedes привлекают их не меньше. Издание также отмечает, что угонщики стали проявлять больше интереса и к отечественной марке УАЗ. По словам экспертов, при выборе авто преступники обращают внимание на популярные машины, которые впоследствии можно быстро перепродать или разобрать на запчасти. Машины элитных марок похищают, как правило, под заказ и отправляют их в другие регионы страны. Наиболее проблемными субъектами с точки зрения количества угонов являются Москва и Санкт-Петербург. А на дорогах Сочи был замечен байкер-экстремал. Видеоролик, который появился в интернете, показывает, как делать не надо. Молодой человек верхом на спортивном мотоцикле шокировал водителей, проезжавших мимо него. Байкер посреди оживленной трассы прямо в центре курорта демонстрировал опасные трюки, а товарищи, сидя в машине, снимали происходящее на видеокамеру. Молодой человек, поставив мотоцикл на дыбы, устроил настоящее мотошоу. Сначала он залез с ногами на сиденье, затем уселся на бензобак, потом и вовсе удерживал равновесие, стоя на одной ноге или удерживая мотоцикл одной рукой. Водители подобные трюки воспринимают негативно, поскольку для этого есть специальные площадки. Ведь если байкер упадет, то может угодить под колеса машины. Пострадать от этого могут невинные люди. В Сочи уже четвертый день продолжаются поиски туриста из Москвы. Дмитрий Максимов пропал еще 25 августа. Он отправился в поход к горе Очишхо. В этот момент мужчина вызвал такси и сообщил, что выйдет в районе поселка Медведовка. Водитель подъехал к назначенному времени, но турист так и не появился. Такси сообщил об этом в МЧС. С тех пор начались поиски. Привлечены как спасатели, так и кинологи с собаками. Товарищи Дмитрия Максимова кинули клич о помощи, чтобы собрать группу добровольцев. Но пока результатов нет. Поиски туриста продолжаются. А тем временем Сочи находится во власти непогоды. Сегодня туристы и местные жители были не на шутку взволнованы. Над морем одновременно они наблюдали сразу 12 смерчей. Грозное, но завораживающее природное явление. Некоторых очевидцев напугало. Пока воронки на берег не вышли. Но угроза есть, говорят синоптики. Она сохраняется до конца августа. Если смерч все же доберется к суше, то спасатели советуют в этом случае плотно закрыть в доме окна и двери и не подходить к ним близко. Лучше всего спуститься в подвал. Не включать газовые плиты и электроприборы. Если смерч застанет вас на улице, держитесь подальше от шатких конструкций, деревьев, мостов, линий электропередачи. Лучше всего лягте и прижмитесь к земле. Подробнее о ненастной погоде в Сочи и крае расскажут факты. Новости выйдут в эфир уже через несколько минут. А я с вами прощаюсь. Берегите себя и близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова